Сборник кавер-версий Альбом получился такой очень полистилистический, на мой взгляд, но я считаю, что это, наверное, самый джазовый альбом из всех альбомов будет, потому что очень многие, очень многие песни из кавер-версий, которые там будут, делали в стиле разных, разного Варианты джазовых стандартов Ну, он такой, серьезный, на мой взгляд, серьезный Не в плане настроения серьезного, а в плане того, что там сделано внутри каждого произведения Ортодоксальный бибоп, традиционный джаз, рок, где-то гранж, где-то это просто может быть авторское прочтение каких-то компонентов Где-то что-то предложили делать для телевизии, какие-то песни нам понравились самим, и это было наше решение К чужим песням можно относиться как к ребенку, пусть к чужому, но все равно, который попал к тебе вот сейчас, его нельзя прогнать, выглядеть на улицу, на мороз, оставить без каши, без маны, без комков Ну, нельзя Он хоть и чужой, но все равно он достоин этих, достоин пенки из молока Так получилось, что в альбом, к сожалению, вошло так мало русских песен, но зато это компенсируется тем, что все произведения супер-хиты Знаете, как у Винечки Ерофеева, чтобы песни себя не чувствовали, как бутруги-мачки Чтобы это были здоровые, веселые, надежные карапузы, которые когда-нибудь к старости обеспечат хоть какую-то сносную жизнь для своих, пусть и приемных, но родителей Время идет, мы тоже, в общем-то, как-то развиваемся, и здесь много всяких разных интересных мыслей Ну и по музыке, на мой взгляд, это лучше и разнообразнее сделано Работали над альбомом долго, потому что это не тот альбом, в который мы садились и писали, сели и записали, а который делался от случая к случаю разные песни Я бы отметил такой трек, как «Черный кот», такой, знаете, городской блок такой Есть еще другая, скрытая, завуалированная идея Это песни, как ни странно, «Бродяг» «One way ticket», «One way ticket to the blues» О, «Билет в один конец», «Билет в блюз» «Русский вариант» — это песни «Синий», «Синий», «Иний», ну, как бы лег, в общем-то, на провода Вообще просто песня про жизнь, «Билет в один конец» — это «Утроба матери», это тебя родили, тебя выпустили свет, тебя пинком выкинули Зарабатывать деньги в эту жизнь, там уже крутить как хочешь, ты знаешь, что обратно ты уже туда не вернешься Эта песня написана в 59-м году, но ее там много кто перепевал, в нашем варианте, такой джазовый стандарт Возьмите хотя бы даже песню «The Long and Winding Road» — «Beatles» Если вдуматься действительно в текст этой песни, то ничто иное, как песня «Бродяги», Который где-то глубоко в мечтах, наверное, мечтает вернуться все-таки к ее дверям Но и верит в то, что когда-нибудь это случится А эта песня о молодости О молодости, которую хочет испытать каждый Не у каждого получается Человек может даже и до 40 лет, может даже и до 50, до 70 лет И ни разу не попытаться с девушкой сделать именно это именно на улице Я считаю, что кавер-версия, она обязана отличаться оригиналом Потому что иначе это не имеет никакого смысла Переигрывать так же, как она уже была и кем-то сыграна Любить чужие песни, как свои Мне много чего нравится В общем, в таком состоянии, эйфории От того, что мы только что записали Еще как бы мы все переосмыслили Мы все переварили В общем, наслаждаемся творчеством Сейчас мы Еще не в старое время Побудем здесь, потом у нас начинается концертный тур Потому что чужие Чужие, они не ждут, они должны Они торопят нас Есть прекрасные песни, каверы Которые мы делаем Но все-таки Своё творчество это важно Есть вещи на порядок Лучше слышишь Куда спешишь